Всем привет! Сегодня этот маленький дрон поднялся в воздух, чтобы пролететь над одним особенным городом. Это Куарчау. Город с непростой судьбой. Город, который считают заброшенным. И сейчас мы пролетим низко над всеми его домами и улицами и посмотрим, насколько это так. В 1992 году город был атакован грузинскими войсками. Город обстреливался из ущелья системами залпового огня Град. Гибли мирные люди. Но настоящим испытанием стала блокада города, которая продлилась больше года. Город полностью окружен горами и имел только одну дорогу на въезд и выезд, которая была блокирована. Из-за отсутствия продовольствия люди умирали от голода. МЧС России пыталась эвакуировать население вертолетами, но один из них был сбит и разбился. При этом погибли десятки людей. В основном это были женщины и дети. И все это было. Ужасная трагедия, сломанные судьбы. И это уже никогда не будет забыто. Разрушение и разруха. И население тогда почти полностью покинуло этот город. Как же зародился когда-то этот замечательный и красивый город. Еще в 19 веке здесь открыли залежи угля. В 30-х годах основали первые шахты. Началось строительство поселков для горняков. Город был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. Мало кто знает, что именно тут добывали самый лучший в СССР коксующийся уголь. Сотни тысяч тонн. Который также использовался как топливо для кораблей во время Второй мировой войны. После войны город активно развивался. Была проложена железная дорога. Была построена электростанция, которая давала электричество во многие города. Были построены разные заводы, в том числе и оборонный, союзного значения. Квартиры здесь в свое время очень ценились. Население росло и достигало 40 тысяч человек. Место действительно особенное. Хорошая природа, горы, красивейшие виды. Тут какая-то своя чудная атмосфера. Просто приятно здесь находиться. Подлетаем сейчас к особенному месту. Это мемориал погибших в годы Второй мировой и грузино-абхазской войны. Вечная память этим людям. Они отдали свои жизни, чтобы другие смогли им жить. А вот это, что бы вы думали за такое красивое здание с колоннами? Это театр комедии. Сейчас отреставрирован и смотрится просто потрясающе. Ну что ж, слетаем сейчас к заброшенной электростанции. Место просто эпическое. Огромные цеха, трубы, тысячи тонн стали и бетона. Просто монументальные конструкции. Кстати, обратите внимание на дыру в трубе. Она образовалась от прямого попадания снаряда при обстреле города в 1993 году. Электростанция работала чисто на угле, когда его было реально много. Всего в горах было открыто 8 угольных шахт. К сожалению, постепенно запасы угля стали заканчиваться. Электростанция была переведена на газ, который был к ней подведен. Но во время войны с Грузией электростанция была разрушена и перестала работать. А впоследствии была совсем заброшена. Сейчас рядом работает только просто небольшая электрическая подстанция, которая питает город. А остатки самой электростанции постепенно демонтируются. Сам город состоит как бы из двух частей. Одна внизу, а вторая на высоте. И соединяются длинной лестницей, насчитывающей сотни ступенек. Раньше две части города соединялись также канатной дорогой. По ним передвигались вагончики с людьми. Типа общественного транспорта. Представьте, как это круто! Некоторые вагончики, кстати, так и остались висеть в воздухе на канатах. Как безмолвные памятники былой индустриализации. Также канатные дороги были проложены и до самих угольных шахт. Уголь из шахт вывозился по железной дороге. Через уникальный изогнутый мост, который поворачивает между гор на высоте над обрывом с рекой. И в мире существует всего только два таких изогнутых моста. Мост, кстати, до сих пор сохранился. Конечно, по нему уже не ходят поезда. Но даже просто пройтись по такому мосту – непередаваемые ощущения. Подлетаем к главной площади города. Просто посмотрите, как здесь красиво! Торжественно стоят рядами стройные кипарисы на фоне гор, простирающихся до самого горизонта, с протекающей внизу бирюзовой горной рекой. Этот город был просто создан, чтобы люди здесь жили счастливо. К сожалению, война отняла у людей все. Все, кроме любви к своей стране, родному городу, где они родились, выросли и где собираются растить своих детей и не хотят уезжать. Эти люди совершили настоящий подвиг, пройдя через все, выжив и защитив свой родной город. Город выстоял, несмотря ни на что. В 2008 году городу было официально присвоено звание «Город-Герой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Что же бросилось в глаза? Нереально ровные дороги на улицах. Откуда они здесь такие? Не каждый город может такими похвастать. Ухоженные деревья и тротуары. Везде чистота. Заменены на новые все крыши на домах. Даже если там почти никто не живет. Красивые дома. Есть информация, что их проектировали и строили после Второй мировой войны пленные немецкие солдаты и архитекторы. Больница, которую реально полностью реставрируют. Ну и конечно природная красота вокруг. Но знаете, что самое главное? То, что сейчас этот город язык не поворачивается назвать заброшенным. Это не так. И это замечательно. И я жалею только об одном. Что не хватило времени побыть тут подольше. Пройти по каждой дорожке. Зайти в каждый двор. Но я надеюсь сюда еще вернуться. И я думаю, что я увижу еще меньше пустых окон в домах. И еще больше играющей детворы во дворах. Счастья и процветания тебе ткварчал. И мирного ясного неба над головами. И мирного ясного неба над головами. Но сейчас просто поднимемся повыше, чтобы увидеть панораму города. И всю эту красоту. Посмотрим еще разок на город в закате солнца. И будем приземляться. А в конце видео я выложу немного фотографий, снятых с прогулки по городу. А с вами вместе летал над городом, пилотируя этот дрон, Семенов Антон. И я надеюсь, вам этот полет понравился. Но чтобы летать так же, вступайте в мою группу ВКонтакте по тюнингу и модернизации любых квадрокоптеров. Подписывайтесь на мой канал. И вас будут ждать еще много интересных полетов. Всем пока, мира всем и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok